Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтению Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 10 главу. Опротивила душе моя жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей, скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что призраешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Нет, разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или та твоя, как дни мужа? Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне? Хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделала меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко и как творог сгустил меня? Кожей плоти одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранила дух мой. Но и то скрывал ты в сердце своем. Знаю, это было у тебя. Что, если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания? Если я виновен, горе мне. Все 22 стиха — это та продолжение той молитвы, которую Иов начинает к Господу уже с 9, конца 9 главы. Он обращается к Богу, надеется на промысел Божий и говорит, что «все, Господи, в твоей руке за все, что ты наказываешь меня». И мы видим, что в этих словах нет никакого прегрешения. Иов говорит о том, что «опротивила в душе моя жизнь, действительно он страдает, и страдания эти непростые, это проказа, они нелегкие, но все переносит мужественно». Вот, например, об этом пишет святой Исихий Иерусалимский. «Чтобы не соблазнить многих, смотрящих на окончание его жизни в скорбях и печали, не без оснований сей праведный муж вопрошает о конце его испытаний». То есть он здесь в этой молитве говорит «Господи, доколе, Господи, доколе». Как, в общем-то, и псалмопевец Давид некогда говорит «доколе, Господи, будешь терпеть беззаконие беззаконников». А люди, которые, казалось бы, непорочны в пути своем, они не имеют таких благ с точки зрения человеческой, как имеют беззаконники. Так и здесь Иов упрошает «доколе, Господи, будешь проливать свет на беззаконных, а праведных, в общем-то, уничижать». Вот Исихий Иерусалимский отвечает «Чтобы не соблазнить многих, почему звучит такая молитва, звучит из уст Иова, чтобы не соблазнить многих, смотрящих на окончание его жизни в скорбях и печали, не без оснований, сей праведный муж вопрошает о конце его испытаний». И далее продолжает «Если они увидят, что я теперь умираю в испытаниях, то есть люди, они либо подумают, что Иов порочен, либо поверят, что нет пользы от праведности». Конец цитаты. Видите, Иов даже в этих страданиях молится и говорит «Господи, пусть я лучше уже умру, чтобы другим не подать соблазн, что все знают, в общем-то, что я человек непорочный, и никаких таких грехов, в общем-то, таких грехов страшных, которые можно было увидеть в страшном беззаконе преступления, и Иов, в общем, не творил. Если он говорит «А не увидишь, что я теперь умираю в испытаниях», они либо подумают, что Иов порочен, то есть, либо поверят, что нет пользы от праведности. И действительно, как Господь Иисус Христос уже в Новом Завете произносил эти слова и говорил, обличая этот мир, Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих, «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». То есть в этих словах Иов хочет, чтобы через него не пришел соблазн на друзей, потому что он говорит, что «я не совершил ничего такого, какова мера моих страданий, и чтобы друзья не подумали о том, как пишет об этом святой Иисихий Иерусалимский, что от праведности он страдает, и что Бог якобы несправедлив». И поэтому Иов не хочет, чтобы через него пришел соблазн на неправильное понимание страданий Иова, его страданий. Итак, в христианском контексте слово «соблазн», как и другое излюбленное, в общем-то, сегодня рекламное слово, которое мы часто видим в средствах массовой информации, «искушение», обозначает совсем другое, нежели в СМИ. То есть «не откажи себе в искушении», «непреодолимый соблазн». Но в христианском понимании это слово обозначает совсем другое понимание желания совершать нечто пагубное, дурное и злое, или даже предательское, что такое, что принесет временное, а, возможно, и вечное несчастье нам или другим людям. Поэтому, когда мы слышим эти слова уже в современном контексте, искушение или соблазн, они совсем иначе понимаются с точки зрения православной, но, если хотите, даже христианской этики. Итак, в период общественных и церковных соблазнов и искушений церквью был отмечен праздник торжества православия. Действительно, когда в церкви были какие-либо соблазны или искушения, то, что называлось ересями, то церковь собирала церковные соборы и отсекала эти соблазны и искушения. Итак, святитель Игнатий Брянчанинов пишет по поводу соблазнов и искушений, тех, которых старается Иов, умоляя Бога, чтобы сократились дни его жизни, не вести своих друзей в осуждение, потому что он веет, что друзья его осуждают. И вот святитель Игнатий Брянчанинов пишет по этому поводу, давая очень хороший совет всем нам. Прочитаю эти слова, на мой взгляд, слова просто золотые. Конец цитаты. То есть, за что мы осудили, в тот соблазн мы часто и попадаем. Поэтому Иов просит о том, чтобы сократились дни его жизни на земле, дабы своих друзей не вводить в соблазн осуждения его. Так и пишет святитель Игнатий. «В наше время, в которое так умножились соблазны, должно особенно внимать себе, не обращая внимания на жительство и дела ближних, и не осуждая соблазняющихся, потому что тлетворное действие соблазна удобно переходит от увлеченных соблазном на осуждающего их». Конец цитаты. Итак, молитва Иова. Действительно, когда мы видим горе мира от соблазнов, как говорит Господь Иисус Христос, «Что же нам делать?» Молитва Иова — это пример, как противостоять соблазнам этого мира. Тот же святитель Игнатий Брянчанинов пишет, «Чтобы мы не скорбели и не унывали, когда нам Господь посылает какие-то страдания с точки зрения нашей человеческой, казалось бы, нам несправедливые». О справедливости мы уже поговорили выше, человеческой и Божией, в 9 главе. Вот святитель Игнатий советует, цитата, «Не скорби, не получай тот час от Бога того, чего просишь. Он хочет доставить тебе больше благодеяния тем самым, что заставляет тебя с терпением доли предстоять ему в молитве. Ибо что выше, как простирать беседу к Богу и объяту быть общением с Ним». Конец цитата. А вот смотрите, у Макария Великого есть удивительное его высказывание. Он пишет, цитата, «Бог дарует больше, чем мы просим». Слышите? «Бог дарует больше, чем мы просим». Мытарь, что просил мытарь? «Боже, милостью буди мне грешному». Мытарь просил отпущения, а получил оправдание. Ему Господь не только отпустил, но еще и оправдал, когда он ушел больше оправданным. «Разбойник что просил? Помянуть лишь его в Царстве Божьем. А что получил? Первый вошел в рай». Так и пишет свидетель Макарий Великий. Вот и вот цитата точная. «Бог дарует больше, чем мы просим». Мытарь просил отпущения, а получил оправдание. Разбойник просил Господа помянуть его в Царстве, но первый наследовал рай». Конец цитаты. Апостол Павел пишет об этом. Первое послание апостолу Павла Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «Если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Иов — пример мужества в страданиях. Он не надеялся только в этой жизни на Бога. Он надеялся на жизнь будущего века. Поэтому в дальнейшем он воскликнет. Уже в последующих главах «Я знаю, Искупитель, мы жив». И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Да не будет этого со всеми нами. Будем претерпевать скорби, зная о том, что у Бога, как мы и говорили еще ранее, не сбывается никакое доброе дело. Бог знает все. Он знает, что лучше для нас и что лучше нам. Он говорил об этом, снова повторю. В наших нательных крестах с обратной стороны в классической форме написано «Спаси и сохрани». Бог хочет сохранить нас в этой жизни и спасти нас для жизни будущего века. Субтитры создавал DimaTorzok